Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль, Италия, Молдавия, Россия и Украина. Представителей этих стран немало среди студентов МГИМО. Они и открыли фестиваль грандиозным парадом. С днем единства гостей фестиваля поздравил директор Одинцовского кампуса МГИМО Сергей Васильев. Он отметил, что институт не только дает знания о других народах, но и помогает студентам обрести друзей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Когда я смотрю на эти красивые, одухотворенные лица наших студентов в национальных костюмах, с национальными флагами, и вижу ту гордость, которую они испытывают, находясь в стенах нашего университета, и здесь мы по-настоящему можем сказать, да, ГИМО – это международный университет. Потом студенты из Азербайджана и Грузии потрясли гостей фестиваля темпераментной лесгинкой и мастерской игрой на барабанах. Не менее захватывающими получились танцевальные и вокальные номера, подготовленные молдаванами и евреями. Представители Армении, в свою очередь, рассказали о непростой истории своего народа под грустные звуки дудука. Особенно проникновенным получился номер, подготовленный студентками из Украины. Они, как никто, мечтают о дружбе и мире. Никого не оставило равнодушными великолепное исполнение оперной арии на итальянском языке. Начнем с того, что Италия – это родина оперы. И я всегда восхищаюсь итальянским искусством, также изобразительным, таким как Боттичелли, Леонардо да Винчи, а также мои любимые композиторы Верди, Пучини, Скорлати – все они из Италии. И это была большая честь для меня представлять на Италии. Для студентов МГИМО знакомство с культурами других стран – привычное дело. Но не всегда оно проходит в такой атмосфере и с таким размахом. Гостям праздника также удалось вкусно поесть. В честь фестиваля студенты приготовили различные национальные блюда. На соле у нас типичные еврейские блюда на самом деле. Это в первую очередь острые крылышки, самое вкусное, что у нас есть. Острые крылышки придумывали рецепт, судя по легенде, полковником Сандерсом, который, конечно, украл этот рецепт у раба, но тем не менее Сандерс был евреем. Затем у нас есть лепешки, сметаны, есть хумус, все гошерное, конечно, яблоки. День народного единства – относительно новый праздник. И еще не все к нему привыкли. Однако студентам ГИМО в его важности и необходимости не сомневаются. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова